Сталкер. Много значений у этого слова. Быть сталкером это не просто ходить в Чернобыль. Быть сталкером это искать новое, неизвестное, раньше неизведанное. А также вновь посещать уже забояненные места, получая из них сталкерскую энергетику. Сегодня мы посетим Чернобыль впервые в 2023 году. Увидим как там все поменялось, встретим бабушек самоселом и узнаем как они живут. Предлагаю вам присоединиться к новому приключению. Всем приятного просмотра. Друзья, всех приветствую. Знаю, пропадал давно. Но чтобы компенсировать время моего небытия на ютубе, я сегодня решил, что наконец-то настало время вернуться. Поэтому сразу попрошу заранее ставьте лайки, друзья, кто ждал. Я думаю, я заспойлерил вам, что будет в этом ролике. Ролик будет большой, ролик будет очень интересный, насыщенный. Поэтому, кто ждал меня, ставьте лайк. Кому интересно, припишите в Чернобыль, также лайк, коммент. Пишите, чтобы хотели посмотреть больше всего. Но сегодня нас ждет большое путешествие по зоне отчуждения. Я покажу, как выглядит Чернобыль в 2023 году. Что здесь случилось после того, как русские вторглись в Украину, с территории Белоруссии. Покажу, как выглядит Чернобыльская станция. Покажу, как выглядит Припять. Короче, друзья, будет много-много всего. Поэтому максимальный актив с вас. С меня крутой контент. Усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Ну, а начинается наше путешествие с заброшенной радиоактивной техники в селе Рассоохо. Оно же одноименное кладбище техники Рассоохское. Раньше здесь было и много, но я про это вам много уже рассказывал. Поэтому давайте просто покажу, что мы имеем здесь на 2023 год. А имеем здесь очень-очень мало. Ну, по сути, вот, как оно последние лет 10 есть, так оно и остается. На металл тут никто уже ничего не тягает. Поставались вот такие вот грузовые авто. Поставались вот такие вот легковушки. И местами поставались БТРы. Тут, кстати, друзья, был пожар, потому что я помню, я здесь лазил. Здесь еще не было этого всего спального. Вот, видите, это остатки БТРов. Они не сильно фонят. Так, сегодня мы посетим второе кладбище, это Буряковка. Примерно прозвольщик, но извиняюсь за громкие звуки. Но сегодня все это выглядит вот-вот так. Именно в село Рассоохо свозилась такая самая нерадиоактивная техника. Техника, которая больше фонила и которая требовала только утилизации, сводилась на Буряковку. Здесь также была площадка с вертолетами. После, по-моему, по-моему, после 2010 года их там не стало. Куда они пропали, никто не знает. Так же, как и большая часть всей этой техники, которая здесь находилась. Фона здесь практически нет. Есть только немножко подальше. И от самого села тоже мало что осталось. Потому что в 2018 году это прекрасное село, одно из моих любимых, было уничтожено пожаром. Вон, кстати, остатки бетономешалки. Думаю, вы все в курсе, что для того, чтобы Чернобыльскую станцию остановить выброс радиации, Чернобыльскую станцию заливали бетоном. Для этого построен целый бетонный завод. Об этом чуть попозже. Пока что можно наблюдать вот такие вот интересные экземплярчики старой советской техники. Только что мой напарник задал такой вопрос, думаю, который вас всех интересует. Почему техника такая покореженная? Как будто ее бомбили, как будто она после войны. Вот, ответ на этот вопрос заключается в том, что техника уничтожалась, чтобы потом ее невозможно было вывести, нигде продать. Ну, точнее, вот такая вся техника, которая была на виду, она уничтожалась, чтобы потом в мирной жизни она где-то не всплыла. Ну, это, конечно же, касается той техники, которую все видели, которую было на всеобщем обозрении. Много чего отсюда было вывезено, и никто про это так и не узнал. Я, друзья, конечно, не фанат совка, но в этой части тут, конечно, ответственно. Подходили к утилизации радиоактивных материалов, и вплоть до того, что мародеров даже могли расстрелять. Сейчас вот идем уже такими чащами леса. Ходил я здесь два годика назад, было еще... Ну, этого всего не было. Фон, как можете видеть, в норме. И только по краям, вон, остатки покореженных авто еле просматриваются. Так и не скажешь. Вон, эвакуационный автобус. Ну, местами начинает фон подпрыгивать, потому что приближаемся к кладбищу вертолетов, которые больше всего радиации хватали, потому что летали непосредственно над станцией. Вот, видите, вот автобусы, вот автобусы. И самое странное, что все двигателя, все трансмиссии, все было снято. Вот, видите, начинает фон подрастать выше тридцатки, и дозиметр сигнализирует. Вот одна из антенн вертолета. Купол какой-то, кстати, он не фонит. В пределах нормы. А вот тот движок, вон, от вертушки, он довольно-таки с завышенным фоном. И сейчас, друзья, у меня за спиной самый интересный экспонат Росовского кладбища техники, как можно видеть, потому что уже фон поднимается выше безопасности в 100 микроэнген. И вот такие вот штуки использовали в Чернобыле для перевозки грузов в основном. Здесь находятся двигатели от вертолетов. Как можно видеть, фон просто начинает расти с нереальной скоростью, и уже вряд ли остановится, пока мы отсюда не отойдем. Поэтому лишний раз здесь лучше долго и находиться. Плюс недавно был пожар, что в свою очередь поднимает радиационный фонд на уровень чуток повыше. Вот еще одна такая же махина. Больше всего у них помнят гусеницы. По пути в Припять решили заехать в село Куповатое. Это одно из немногих сел, где все еще продолжают жить люди из Чернобыля. Многих ошибочно называют самоселами. Нет, самоселы это, которые поселились сами. Эти же люди просто вернулись в свои дома, там, где они жили, там у них еще родня давно-давно жила. И они очень любят, как называют нас самоселами, поэтому не будем. Здесь раньше жил дедушка Виктор. К сожалению, он уже умер от старости. Сейчас будет про него грустная история. А потом мы заедем и передадим продукты бабушкам чернобыльским, которые тоже, кто смотрел по чернобыльной ролике, знает их. Ну, в любом случае, я вам покажу, как сейчас здесь все обстоит. Вот здесь жил дедушка Виктор. В конце жизни был очень болен, но другие бабушки задавались вам и помогали. У него была собака, которая сплавала в постели еще спустя два года после смерти своего хозяина. Очень трогательная история. Здесь в основном все были либо рыбаками, либо землядельцами, либо скотоводами, либо все в одном. Вот так вот жил дедушка Виктор. Вот у него здесь были соленья варенья, огурцы маринованные. Ну, тут уже поорудовали мародеры. Когда узнают, что человек умирает, мародеры, вот такая, ребят, в Чернобыле есть тоже такая неприятная часть. То, что когда человек умирает, прознают мародеры, причем прознают, ну, скорее всего, что-то аж из тех, кто имеет отношение к зоне отчуждения, потому что, ну, просто так сюда люди не прознают и не зайдут. Вот так вот жил дедушка Виктор. Там у него были рыболовные снасти. Здесь мародеры вот вот так вот обычно все и происходит. Реально это его родственники так поступили. Реально очень грустная история про дедушку и собаку, но все мы понимаем, что в ближайшее время все чернобыльские дома будут жить, ждать примерно вот такая вот участь. Вот, у дедушки Виктора было свое хозяйство. Здесь, я так понял, какие-то домашние животные у него были. Вон, сарайчик. Вот такая вот, можно сказать, типичная чернобыльская хата. Каждая чернобыльская хата имела такое хозяйство и практически все они идентичны. У меня за спиной, можете видеть, дом самой известной чернобыльской бабушки, бабушки Ганны. Там она жила. Но поскольку закрыто изнутри, вариант либо найти в гостях, либо здесь не живет. Потому что, крайний раз, когда я у нее был, у нее были проблемы с ногами, и она ее забирали вообще туда, ближе, под Киев, лечиться, возможно. И она сейчас здесь не живет, потому что я не вижу следов присутствия человека. Не вижу, ребят. Хотя, вон, видите, цветы обработаны, все обустроено, но я думаю, мы туда идти не будем, завезем продукты другой бабушки. Только что поговорил с бабушками, сейчас передадим вам продукты. Так, это непонятный поле на взор. Да, здесь... Вот, заходим к бабушкам. Немножечко вам помощи завезли. О, детки. Вот, в последний раз же были еще до войны. Это еще до войны надо? Как у вас тут вообще дела? Психки. Ничего, пока тихо было в эти ночи. Мы на выходные приехали, так вот тихо. А бабы Ганны уже не стало, да? Ну, нет, она есть. Только забрали опекуну на вишневую. А, я помню, ее забрали вишневую, когда проблемы с ногами были. Да, да, вот это ее снова забрали на время. Она все только неделю, как забрала. А, я понял, мы проезжали, да. Спасибо, нет, мы честно, мы не голодные, мы в нас накормили все. А может, гирочки соленые? Нет, спасибо. А света может не быть, потому что гроза была, может, деревья повсюду. Вот это мы так и подумали, может, где-то поваляло. Так, а что же вы не хотите? Может, каву вам сработать? Мы просто поспешаем. Ухарик вам, если вы здесь победите. Мы просто очень благодарны. Спешим очень сильно. Мы еще до вас заедем, когда мы будем жить сейчас. Спасибо вам большое. Спасибо, детки. Дай вам Бог помогает. Ну, к вам же сюда русские не заезжали. Сколько я знаю. Не доехали, да. Ну, мы знаем, да, там просто тут такое, на Иванково. Только они адреса не были, что не доставить ничего, им не можно было. Что масты подривали. Спасибо, реально спасибо, но поспешим. Ой, ну, с Богом. Да, берегите себя. Ну, друзья, немножко камень с души. Бабушка Ганна жива, все с ней хорошо, забрали ее опять в то же место, потому что у нее ноги больные и родственники забирают опекуны. К сожалению, мы не можем тут побольше послечь, чтобы я вам взял у бабушек интервью, но интервью с ними на канале есть. Заходите в видео, листайте, там все есть. А сейчас мы уже едем непосредственно в Припять, чтобы посмотреть, как она изменилась в 2023 году. Ну, а теперь, друзья, на примере села Плютовища Ямполь я вам покажу, что происходит с черномельскими селами, абсолютно без людей, без самоселов. Вот такая вот печальная картина. Тут домов мало что остается, не заваливается. Вот так вот прикольно, правда, осталась часть сбыта. Несмотря на то, что железная крыша, на крыше упало дерево, завалило все, и дом пошел под откос. Вот это, скорее всего, был какой-то магазинчик. Да, реально, магазин сельский с прилавком. Друзья, я сейчас недавно играл в игру в Uncharted, и там изображали разруху 300-летнюю, примерно с вот таким вот видом. Кто играл, понимает о чем я, так к чему я вот веду. Разработчики пытались 300-летнюю разруху изобразить в виде немножко уцелевших зданий, но, друзья, я сейчас просто в Припяти вижу, что здания 300-летней давности уцелели примерно в таком же состоянии. Это так слово. Вообще, игруха мне очень понравилась, потому что, в принципе, в детстве мне нравилась тематика пиратов. Кто играл, можете описать свои выражения. Но, у нас продолжается экскурсия по Чернобылю, и сейчас я вам покажу еще одно село, которое еще более разрушенное. Чернобыльские кладбища также заслуживают отдельного внимания. все они выглядят примерно одинаково. Понятно, без людей приходит разруха, но некоторые могилки до сих пор аккуратно обрабатывают, обустраивают. Можете видеть, вот эти вот новые фотографии, их еще не было два года назад, их еще не было. то есть, женщина умерла в 86-м году, в первом месяце даже до аварии не дожила. Или 12-го месяца. А, нет, вот в первом месяце она умерла, в январе до аварии не дожила. и до сих пор есть такая возможность у людей приехать на кладбище, если у вас здесь есть родственники, и навести порядок на кладбищах в Чернобыльской зоне. Очень интересное кладбище непосредственно в Припяти. К сожалению, сегодня мы туда заезжать не будем, поскольку фон повышенный. Но там есть кладбище, на котором похоронены только дети. И года захоронения, по-моему, идут 80-70-й год. Кто-то выдвигал теорию про то, что это из-за того, что неудачное испытание вакцины от полиомиолита. Из-за этого дети начали массово умирать. Ну, в любом случае, могилы на Припятском кладбище подтверждают про то, что в тех годах реально очень-очень много детей умерло. Только что такой кадр упустил. В общем, тут только что был лосиха, наверное, или лосенок. Но оно не особо большое. Но испугалась нас и куда-то туда побежало. Может, сейчас получится найти, если свина не шуметь. Кто не знает, Чернобыль очень-очень большая популяция лосей, волков, оленей. И очень часто можно встретить их вот так вот просто посреди дикой природы. Но этот скорее всего уже ушел. потому что мы его немножко напугали наверное, звуком двигателя или машиной. Машина-то в два раза больше того, что лося. Вон оно ломится. Слышите, да? Вот там вот этот лось. Ну, уже на болото за ним мы не пойдем. Вот вы могли представить, что это когда-то была оживленная улица, где постоянно ездили машины, ходили люди. Там вон были жилые дома. Этот домик вообще в зеленую краску покрашен. Наверное, его плохо видно. вон он. Остатки времен сталкерства в Чернобыле. сталкер сдайся. Знаю. В общем, друзья, вот. И с тех времен пооставались вот такие вот интересные остатки журналов, газет. Битонная черепица, стройматериалы. как вы можете видеть, это 2009 год, поэтому есть вариант, что здесь до 2009 года жили самоселы. Потому что вряд ли этот журнал бы сам по себе здесь оказался. То есть вот такие вот дома в Чернобыле. И видите, чернобыльская зона уникальна. Она не вся была сразу выселена. Сейчас где оставалось жить до 2010 годов. Сама Припять была до 2001 года, обслуживалась, бассейн работал. И вот в зоне можно много найти разных уникальных мест. То есть чернобыльская зона это не все, что 30 лет назад была выселена и все. Каждая сейчас зона по-своему уникальна и некоторые недавно заброшенные, в некоторых живут до сих пор, а некоторые заброшенные еще до аварии. Ну, друзья, еще до 2022 года в зоне было популярно такое движение как сталкеризм. И это одна из сталкерских хат. Сейчас я вам покажу, как она изнутри выглядит. Снаружи, снаружи, можете видеть, природа потихонечку позабирала свое. Там у людей был погреб, он же лег. Вот, тут такие валяются на пороге трофейщики, наверное, сталкеры забыли. А внутри тоже вот сталкеры наводили свой антураж. Я не буду считать, что они там писали. Вот такая вот сталкерская хата была. не совсем она обжита. И вот такие вот вещи с печами делали в основном милиционеры, чтобы в хатах не возвращались жители, не жили, чтобы невозможно было греться зимой. Типа, ну, полсунца типа внезапно бросила, понимаешь? Ну, даже 40 лет не шли. Не могу вам не показать вот такой вот интересный домик. в селе Ямполь. Возможно, был дом кого-то очень даже не бедного, потому что в принципе многоэтажные дома были не особо распространены. А здесь трехэтажный дом с гаражом и довольно-таки с козырным козырной жилплощадью. Вот так вот выглядел он внутри. вот тут гаражик был у человека. Вот гараж, заезд для машины вниз. Ну, и друзья, я честно не видел в Чернобыле вот таких вот. Вон, где спуск вниз в подвал. но таких лестниц в Чернобыле я еще не видел. Вот идет второй этаж, то есть это отдельный полноценный второй этаж и сверху вон еще идет чердак. Дом был довольно-таки богатый и честно друзья, я бы здесь сделал бы из него какую-то даже сталкерскую базу кто помнит старый контент, но не знаю. В общем, нравится такая идея накидайте лайков, а я уже обдумаю, что можно здесь сообразить такого прикольного. Вот нашли следы пребывания человека. Как можете видеть, это 1785 год, день машиностроителя, машины подивника и даты прописаны. Друзья, вот у детей того времени в Сильямполь были вот такие вот игрушечные деревянные ножики. Прикольная штучка. Прикиньте, этой штучке уже 37 лет такая вот игрушка. Скорее всего, либо ребенок сам выстругал, это вряд ли. Либо ему дедушка, либо отец вот такую штучку сделали. Очень прикольно антуражно ходить такие вещи, но хата вынесена практически под ноль. отец 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 Продолжение следует...